Всем привет! Это мой зелевлог с поездки в Крым. Мы жили в Ялте, так что первым делом мы отправились изучать сам город и набережную. Вечером здесь можно увидеть музыкантов, артистов. Танцоров. Да, и даже роботов. Ну, почти игромир. Экскурсии это действительно моя слабость, так что в первые дни мы отправились смотреть сразу три дворца. А именно Ливодийский дворец, летняя резиденция Николая II, Воронцовский дворец и всем известные, наверное, Ласточкино гнездо. А это, между прочим, волшебный фонтан, так что да, я тоже загадала желание. А это место называется Большой Хаус. И да, мне даже удалось там полазить. Действительно, в стиле Томбрайдера. Обратно мы плыли на теплоходе, так что да, это еще больше произвело на меня впечатление. Следующая экскурсия у нас была довольно обширная, и мы посетили сразу несколько городов и достопримечательностей, а именно Бахчисарай и Балаклаву. И что больше всего меня удивило, так это большое количество гор, пейзажей, а также огромный храм в скале. Это, правда, очень здорово. Хей, всем привет! Я сейчас нахожусь на Айпетре, и мы уже скоро уезжаем из Ялты. Это, наверное, крайняя наша экскурсия. Тут очень-очень круто. Вы мне все советовали туда поехать, и вот я здесь, так что надеюсь, сделаем очень много клевых фоточек и вообще наберусь новых впечатлений. Вот на этом месте я три раза пожалела, что не взяла с собой костюм Лары. Тут просто потрясающе. И вообще мы забирали здесь, так что да, ну, по крайней мере не в косплее, но в Цивилле я уже сделала пару фоток. Высота Айпетры, кстати, составляет 1234 метра и считается самой высокой горой Крыма. И да, оттуда открывается потрясающая панорама, но Настя просто забыла ее снять. В целом поездка удалась, я набралась много впечатлений, увидела много мест, покупалась, но загоралась. Так что надеюсь, вам понравился этот влог. Хорошего вам лета, ребята! Спасибо, что смотрите меня. Всех люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok